Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды до воцариться воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которые очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, пришло время снова погрузиться в исследование нашего неисследимого наследия во Христе Иисусе, а по всем эпиграфам к исследованию Слова Божия. Иван для Луки, 24 глава. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ифисянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, я напомню, это местописание является призванием всякого человека, рожденного от семени Слова Истины. И если человек, пришедший к Богу, не уразумеет своего призвания и будет видеть его в чем-то в другом, в какой-то добродетели, в практике даров Святого Духа, в евангелизации, в материальном обеспечении, не имеет значения, но вот не будет понимать, что его призвание – отложить прежний образ жизни или совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума и затем уже посредством обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в нового человека. Итак, в этой повелевающей заповеди содержится истинное призвание всякого человека, последовавшего за Христом. Невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихристов, то есть противников Христа, которые вышли от нас, но не были наши. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействовано, как мы уже знаем, три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – отложить, обновиться, облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований – совлечься, обновиться и облечься – будет как раз и зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. Всем ли не слово истины, которое мы призваны взрастить в плод, или же пустить серебро спасения в оборот, чтобы получить в свою собственность это спасение. Если это не произойдет, то мы утратим формат залога нашего спасения навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы властью уже нашего обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Мы прошли достаточно много преч, образов, в которых мы рассматриваем этот процесс и остановились на условии 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитва веры с именем Бога Эль-Илеон, или же Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. Потому что эта молитвенная песня как раз и состоит в том, что Давид взывал к Богу, чтобы избавиться от врагов, живущих в его теле, потому что от всех других врагов он был избавлен. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, именно когда мы будем совлекать ветхого человека с делами его, мы могли бы вызвать Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? И какие требования необходимо выполнить нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом? Именно вот это понимание и осознание, то, что Он сделал, кем мы являемся, если мы не сможем это понять и исповедовать своими устами, когда мы исповедуем, то Дух Святой берет наше исповедание и облекает нас. Мы не сразу увидим, как наши тела облечены, но однажды мы заметим это по изменению нашего характера. А потом, когда придет день, который Бог положил в Своей власти, это произойдет в буквальном смысле. Наши тленные тела изменятся в нетленные. Это будет в один день. Мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, которые показываются работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышнего, в жестоком противостоянии с нашим плоским умом в образе царя Саула и царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. Я останавливаюсь на этом месте, каждый раз говорю, не слишком ли много царей в одном государстве, при том закон их царей. Каждый законный царь и каждый претендует на тело. Наше тело является их царством, то есть они царствуют в пределах нашего тела. И все борются за единоличную власть, чтобы обладать телом и полем битвы является наше сердце. Итак, чтобы посредством веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека власти своего искупления и с шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Царям, которые царствуют над своим телом, священники, которые священнодействуют в своем теле, и пророкам, которые получают откровения в своем сердце посредством Тумима и Урима, через благовествуемое слово. Итак, первая часть определяет сердце воина молитвы, состояние этого сердца, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Каковым будет состояние нашего сердца, такой будет и наша молитва. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которое дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его, а также и нас. При этом содержание правовой молитвы состоит в правовых словах, которые мы должны брать из Писания. Возьмите молитвенные слова. Как только Церковь научится переключиться на правильную молитву и перестанет сочинять молитву, а возьмет молитвенные слова из Писания, потому что молитва – это слова, исходящие из уст Бога, записанные в пророках, в законе, в псалмах, а также в Новом Завете. Там записано то, что говорит Бог. Мы должны брать слова Бога, которые Он говорит, и этими словами говорить, выражать Его волю. Потому что если мы не выразим Его волю нашими словами, то есть Его словами, но через наши уста, Бог ничего не сможет сделать для нас. Мы – суверенные личности, и Богу необходимо, чтобы мы сказали. Да, Бог знает, в чем мы нуждаемся. Бог может это сделать. Но не пошевелите пальцем, пока мы не возьмем правовые слова молитвы и не начнем молиться ими. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения и ее разумом человека. Несмотря на то, что Бог возьмет наши правовые слова и начнет облекать в нас, в них, и начнет уничтожать наших врагов, мы будем участвовать. Все время наши исповедания постоянно должны участвовать в соработе со словами Бога. Итак, мы остановились на второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. «Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, а Богу познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Достойного поклонения. Итак, восемь имен, которые мы призваны в молитве говорить Богу, кем для нас является Бог. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты, Рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога Всевышнего в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и стали рассматривать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, содержащиеся в завете Бога с человеком. Потому что число восемь – это число завета. Именно на восьмой день Бог повелел обрезывать младенца, чтобы был завет на теле его. И поэтому это число восемь так и стало числом завета. По своей значимости, имеющийся род молитвы является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство, над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела или земного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, нетленного, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве не принесет ему никакой пользы. А посему свойства и лексика в определении имени Бога живая скала, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Живая скала – это живое острие горного утеса, живой камень или каменная ограда, живой кровь или тенет живой скалы, живая скала, несущая победу над врагами, «Бивень слона, слоновая пость» – речь идет о крепости нашей веры, из которой мы призваны устроить престол для Святого Духа в храме нашего тела. Живая скала, представляющая владычество вечное, живая скала, содержащая обетование пищи нетленной, живая скала, служащая утешением мира. Итак, из данных свойств в имени Бога скала Израилева мы призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, которая состоит или в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз между Богом и человеком, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. Итак, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которое будет являться гарантией нашего восхищения? Человек, принявший обетование об усыновлении своего тела искуплением Христовым, уже имеет в самом себе свидетельство, что он будет восхищен при утренней звезде. Мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основание ввести нас в наследие удела в имени Бога скала Израильева. При этом семь составляющих цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на рассматривании восьмой составляющей в образе ущелья скалы, в которой скрывался в свое время Самсон. В этих же скалах приблизительно скрывался в свое время Давид от Саула. Самсон сказал им, «Хотя вы и сделали это, но я отмщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Итама. На иврите ущелье скалы Итама означает прочный, долговечный, что образно указывает на эту живую скалу. Исходя из имеющегося смысла под образом ущелья скалы Итама, мы стали рассматривать в храме нашего тела полномочия имени Бога скала Израильева, в котором мы можем укрываться от необрезанных филистимлян, предметы наших нечестивых мыслей и желаний, восстающих на наши отношения с Богом, разрушающих наши отношения с Богом, и в полномочия, которых мы можем обрекаться в предмете двух новых веревок, чтобы явить в их исповедании веру своего сердца, в свежей яслиной челюсти, которая в победе над необрезанными филистимлянами, живущими в нашем теле, в формате нечестивых мыслей и желаний, является всеоружием Божиим. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели образ двух новых веревок, которыми иудеи связали Самсона, по совету самого Самсона, чтобы отдать его в руки филистимлян, в образе двух непреложных истин, вводящих нас за завесу святилища, куда, предтечуя за нас, вошел Иисус, сделавшись для нас первосвященником навек по чину мелких седека. Это образ этих двух новых веревок. И таким образом, лишить нас возможности уповать на силы своего разума в образе трех тысяч иудеев, которые пришли связать нас, что даст нам основание уповать на Бога и на Его Слово. Он позволил связать себя этими двумя новыми веревками истины, крови и истины, креста Христова, чтобы не уповать больше на свой разум, а уповать на Бога и на Его Слово. А посему две новые истины, вводящие нас за завесу святилища, это истина о крови Христовой и истина о кресте Христовом в достоинстве двенадцати пресных хлебов на золотом столе хлебопредложения. Эти две новые истины действительно связывают наше упование на наши разумные возможности, которые не обрезаны в лице царя Саула, чтобы дать нам основание и возможность обрести свежую ослиную челюсть для противостояния и победы над филистимлянами. Как написано, когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его и сошел на него Дух Господен, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и притянул руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон «Челюстью ослиную толпу, две толпы челюстью ослиную убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав-Лехи. В Писании, под образом осла, на которого никто не садился, в достоинстве нашего тела, искупленного кровью Креста Христова, является прообраз завета мира, заключенного между нами и Бога. Отсюда следует, что образом свежей астинной челюсти, который Самсон убил в своем теле, тысячу необрезанных филистемлян, которые представляют мысли и желания плоти, является свойство нашего кроткого языка, одного из членов нашего тела, представленного Богу в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения. «Почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, в смерти Господа Иисуса, когда мы почитаем себя живыми для Бога в Его воскресении и называем несуществующую в своем теле державу жизни, как существующую, наш уста становится всеоружием Божиим в достоинстве свежей астинной челюсти». Потому что мы смертью смерть попираем, смертью Христа попираем смерть, которая живет в нас, в лице ветхого человека с делами его. «Когда Самсон убил свежей астинной челюсти тысячу человек, он исповеданием своих уст утвердил победу над филистимлянами и сказал Самсон «Челюстью астинной толпу, две толпы, челюстью астинной убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место «Ромав-Лехи». «Ромав-Лехи» переводится как «высоты челюсти». То есть, это высота престола наших уст является самым сильным престолом, это жезл наших уст, как у Бога, так и у нас. Когда наши уста становятся кроткими, они становятся престолом Бога Всевышнего. Именно вот это, высоты челюсти. Такими словами Самсон указал назначимость высоты исповедания, которая обладает легитимностью, когда члены нашего тела отданы в рабы праведности путем представления нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Когда Самсон бросил свежую астинную челюсть, которой он только что убил тысячу человек и тем самым подтвердил свое право быть воином молитвы, он почувствовал сильную смертельную жажду. Причина сильной жажды Самсона составила в том, что вброшенная им на землю свежая астинная челюсть, которой он отстаивал право на усыновление своего тела искуплением Христовым в его воскресении представляла смерть Господа Иисуса в нашем смертном теле, потому что эта челюсть была от осла, который был мертв. Если сильная жажда, свидетельствующая об отсутствии воскресения Христова в нашем теле, не будет восполнена Богом, тогда битва с филистимлянами за право владеть своим телом будет утрачена. Несмотря на то, что мы ее выиграли путем, взяли смерть Господа и попрали в себе свою смерть, но если не будет явлено воскресение Иисуса в нашем теле, эта битва будет утрачена. Это ясно можно видеть из содержания таких слов Самсона. «Ты садил рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных филистимлян». Отсюда следует, что конечной целью нашего нового человека в битве с необрезанными филистимлянами за свое тело является усыновление нашего тела искуплением Христовым в его воскресении. Точно так же, как в свое время, когда Самсон растерзал идущего против него рыкающего молодого льва, как козленка, и в результате этой победы над рыкающим львом, представляющим в нашем теле власть смерти в лице ветхого человека, явлено было в воскресении Христова в достоинстве роя пчел, приносящих мед в трупе львином. Точно так же, на месте свежей ослиной челюсти, брошенной на землю, потекла вода жизни, представляющая державу жизни в нашем теле на месте державы смерти, и разверз Бог Ямену в лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту тому, источник, взывающего который в лехе до сего дня. Фраза «напился, и возвратился дух его», и он ожил, говорит о том, что когда новый человек утолил свою жажду водой у жизни, то это означало, что он верою принял обетование воскресения для своего смертного тела. И тогда ему дано было от Бога возвратиться в свое тело и обречь свое тело воскресения Христова. Мы отметили, что само слово «лег» означает проходить мимо, перескакивать, оставлять живых, что созвучно значению слова «песах», когда ангел в смерти, посланный от Бога, чтобы поразить всех первенцев в Египте, от человека до скота, прошел мимо домов израильтян на перекладинах и на косяках дверей, которых была нанесена кровь, агнца, песах, он оставил в живых их первенцев. А посему свежая сина челюсть, которой Самсон в лице нового человека отставил свое право на власть над своим телом, указывало на значимость исповедания своими устами веры своего сердца в оправдание по благодати Божией во Христе Иисусе. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. В данном случае наш Самсон в лице нашего нового человека высвободил своими устами веру Божию, пребывающую в нашем сердце, которую он оправдал себя перед Богом, что дало Богу основание явить торжество жизни на том месте, где ранее торжествовала смерть. И самое важное, на что следует обратить внимание, что именно состояние великой жажды дало Богу основание разверзнуть ямину в лехе на месте брошенной истинной челюсти, из которой потекла вода. В последний же великий день праздника Иисус стоял и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» Иоанна 7, 37-38. Великая жажда всегда связана с временными страданиями, которые ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в наших смертных телах, и сглаживая собою навсегда память о смерти. При этом следует отметить, что речь идет о такого рода жажде, которую невозможно прочувствовать в сфере чувств, а также в своем новом человеке, который еще не пришел в меру полного возраста Христова. Не только в сфере чувств, но и в новом человеке, если он не пришел в меру полного возраста Христова, эту жажду невозможно прочувствовать. Род такой жажды может обнаруживать себя только в таком сердце, которое получило способность водиться Святым Духом. А до этого мы не можем почувствовать и осознать эту жажду. Жажда – это страстное желание нашего нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, который выражает себя в его страдании и томлении от отсутствия воды жизни, которое представляет собой образ Святого Духа, призванного вдохнуть дыхание жизни в истину, сокрытую в нашем сердце. До тех пор, пока Дух Святой не придет, как Господь и Господин в наше сердце, все, что мы имеем, вот эту истину, которую мы приняли, она будет точно такой, каким было тело человека, созданного из праха земного Богом. Оно так бы и находилось, и только когда Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни, созданного, только тогда человек стал душой живою. Вот только тогда, когда Дух Святой войдет, как Господь и Господин, когда будет этот человек приготовлен, когда учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, будет внесено в добрую почву сердца, вот тогда он войдет и вдохнет жизнь в это учение. Такая жажда всегда обнаруживает себя в страстном желании познать Бога в Его совершенной воле, относящейся к нашему призванию, состоящему в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Прежде чем перейти к рассматриванию образа, который нам необходимо уразуметь в следующем событии, в поступках Самсона, представляющего в нашем земном теле цель Бога и проведения Бога в отношении нашего тела, в котором живут необрезанные филистимляне, будем помнить, что все события, происшедшие Самсоном, были инспирированы Святым Духом. И не заодно из дел Самсона Писание его не обвиняет, а наоборот представляет его как героя веры, мужа веры. «Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жители Газа сказали, Самсон пришел сюда, и ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его». Странно, да? Всю ночь таились и ждали. Слушай, он спит, заходи спящего и бери. Они ждут, когда он пробудется, вот до рассвета утреннего подождем и убьем его. «А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обеими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Еврону». Интересно, что слово «однажды», присутствующее во фразе «пришел однажды Самсон в Газу», указывает на откровение определенного времени, указанное Самсону Духом Господним. То есть Господь ему указал, когда нужно это делать и что делать. Газу, куда пришел Самсон, это один из пяти крупных городов, главных филистинских городов в уделе Ефрема сына Иосифа. Вы знаете, что пять городов представляют пять наших чувств в земле Израилевой. По законам древнего мира, владителями или собственниками гостиниц в городах древнего мира, в которых могли бы переночевать граждане, пришедшие или приехавшие из одного города в другой город, являлись, как правило, блудницы. Прескурант за комнату и кровать включал в себя возможность иметь половые отношения с хозяйкой гостиницы. При раскопках Ерихона были обнаружены подобного рода глиняные таблички с подобного рода прескурантами на проживание в такой гостинице. Кстати, именно в такую гостиницу, хозяйкой которой являлась раба блудница, в свое время пришли два соглядатая, посланные Иисусом Навином перед осадой Ерихона. А посему переночевать в такой гостинице еще не означало переспать с хозяйкой гостиницы. Ведь два соглядатая не переспали с хозяйкой гостиницы, они просто переночевали там. Профессия блудниц тех времен, которые не принадлежали к жрицам, прикапивших вала и астарты, состояла в том, чтобы представлять для пришельцев, пришедших в их город, ночлег. В отличие от жриц разврата, которые обнажали свои тела, свои лица, содержатели гостиниц, одевали на себя покрывало блудницы. То есть это говорило о том, что она является содержательницей гостиницы. Поэтому на ней было покрывало блудницы, ее лица не было видно, и стан ее сложно было распознать. Он скрывал их лица и их тела. Как правило, они садились у ворот города или колодца, из которого жители города черпали воду. И когда путник, нуждающийся в ночлеге, видел такую блудницу, он мог договориться с ней о цене своего ночлега. Именно в такое покрывало блудницы оделась Фомарь, невестка Иуды, сына Иакова, чтобы он мог восставить семя умершего мужа. Когда Самсон вошел в блуднице, чтобы переночевать в Газе, то филистимляне ходили и подстерегали Самсона у ворот Газы, что говорит о том, что дом этой блудницы, как и дом Равблудницы, находился в стене города, недалеко от ворот города. Встает вопрос, какую цель в освобождении от господства филистимлян над Израилем могли заключать в себе городские ворота Газы. И зачем Святой Дух привел Самсона на ночлег к блуднице, живущей в Газе? Ведь если бы в задачу Святого Духа входила бы только необходимость, чтобы Самсон вырвал только ворота Газы и отнес их на вершину горы, которая находилась на пути к Хеврону, он мог бы спокойно и с легкостью совершить эту работу через Самсона и без участия блудницы, живущей вблизи ворот Газы. А иначе зачем тогда было посылать Самсона на ночлег к блуднице, живущей вблизи ворот Газы? И почему жители Газы подстерегали Самсона всю ночь, ожидая утреннего рассвета? Ведь гораздо удобнее было бы убить его, когда он спал в доме блудницы. А также почему у Святого Духа возникла необходимость, чтобы Самсон отнес с ворота Газы на вершину горы, которые на пути к Хеврону. И именно в полночь, а не раньше и не позже. Я привел аналогию, связанную с событиями, пришедшими с блудницей Рав, жившей в стене Иерихона, с одной только целью, чтобы лучше понять рассматриваемое нами поведение Самсона, так как эти два события, несмотря на расстояние во времени, имеют между собой много общего. В связи с этим я напомню, так как Иисус Навин имел ясное откровение и исчерпывающую стратегию для завоевания Иерихона, у него не было никакой надобности посылать двух соглядатаев в Иерихон, чтобы выведать их стратегию, их слабые места в защите городу от израильтян. Потому что по откровению Бога стены города должны были пасть сверхъестественным образом. И цель двух соглядатаев, образно представляющих истину в сердце и Святого Духа, открывающего истину в сердце, на самом деле состояла в том, чтобы спасти блудницу Рав, живущую в стене города, и дом ее отца. С одной стороны, под образом блудницы Рав просматривался образ нашей души, которую нам необходимо было спасти. А с другой стороны, под образом блудницы Рав просматривался образ Церкви Христовой из языческой среды, которая должна была составить один народ с сынами Израиля. Рав блудница верою, приняв двух соглядатаев, была спасена с домом своего отца от истребления и была взята в жены Салмоном, князем из колена Иуды, и вошла в родословие Иисуса. Салмон родил Ваоза. Ваоз от Рахавы родил Ваоза от Рахавы. То есть от Рахавы в луднице князь иудейский Салмон родил Ваоза. Ваоз родил Авида от Руфи. Посмотрите, значит, от кого эти мужи рождают? Это языческие женщины. И Раав, и Руф – это были языческие женщины. И они входят в родословную Христа от них. Это говорит о том, что Бог изначально имел, что Аврам станет отцом всех народов и что Церковь будет составлять не только народ израильский, но и народ языческий, так как в его родословной присутствуют эти язычники. И мы видим дальше, Авид родил Исея, Исей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. И потом дальше по этой же линии пришел Иосиф, муж Марии, от которой родился Христос. Но так как мы более сосредоточены не на том, что будет происходить вне нашего тела, а на том, что должно происходить в нашем теле, чтобы дать Богу основания установить наше тело искуплением Христовым, нам необходимо уяснить, кем является блудница в нашем теле, живущим вблизи ворот Газы. Вы помните, что первая жена филистимлянка, она являлась образом чувств. Это была сфера чувств, которые нужно было спасти. А вот какой образ эта жена несет, или эта блудница? Она не жена, но какой образ она несет? Исходя из того, что израильская земля, в частности, удел колена Ефремова, сына Иосифа, на которой живут филистимляне, являлся образом нашего тела, призванного быть Домом Господним, а филистимляне, живущие в нашем земном теле, являются образом нечестивых мыслей и расслевающих похоти, и господствующих над нашим земным телом, и управляющих нашим земным телом, за которым стоит власть ветхого человека, блудницы в нашем теле, жившие вблизи ворот Газы, который сам сон в лице нашего нового человека зашел на ночлег, является наша душа в предмете ее разумных возможностей, эмоциональных, потому что та уже спасена, но разумные возможности теперь надо спасти в лице своей души. Причина, по которой душа всякого спасенного человека до определенного времени является блудницей, состоит в том, что несмотря на то, что он обращается ко Христу и общается со Христом, ведь все мы, когда покаялись, родились от семьи Слова истины, мы стали общаться с Господом. Но вы знаете, что наше общение являлось незаконным. Это было прелюбодеяние. Потому что причина. Почему? Потому что посредством своего сокровенного человека ее законным мужем являлся царствующий грех в лице ветхого человека, живущего в ее теле. Если в нашем теле живет муж, царствующий грех, он царствует, а мы общаемся со Христом, то наше общение является прелюбодеянием. Поэтому наша душа в этот период называется блудницей. И вот, когда мы освободим ее от этих филистимлян, она перестанет называться блудницей. Нам надо обратить ее. Нам достаточно хорошо известно, что образом ворот в сущности нашей души являются наши уста или наш язык. Ему надо было освободить свои уста и свой язык для Господа. Потому что блудница, живущая в воротах газа, это прообраз уст. Потому что ворота, связанные с этой блудницей, ворота, нашими воротами являются наши уста. И чтобы наша душа могла вступить с Богом в завет мира, в полночь Самсон в лице нашего нового человека схватил двери городских ворот с обеими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Хеврон означает место союза. Этот город находился в пределах удела колена Иуды и являлся одним из шести городов убежища. Здесь, в пределах Хеврона, на одной из гор был заключен завет мира между Богом и Авраамом и между Авраамом и Богом. Именно сюда для заключения с Богом завета мира Самсон принес на своих плечах ворота Газы, представляющие образ нашего языка, чтобы спасти свою душу, находящуюся в состоянии блудницы. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Римлянам 10, 9, 10. Итак, причина, по которой филистимляне в лице нечестивых мыслей и желаний, за которыми стоит власть ветхого человека, не могли коснуться Самсона, спящего в доме блудницы, а ожидали утреннего рассвета, чтобы убить его, состоит в двух составляющих. Во-первых, образ данной ночи в доме блудницы представлял собой образ особого рода освящения, отвечающего требованиям пустыни, в которой сокровенный человек был погружен в общение с Богом, получая особый род откровения о своем исходе из этого мира, а посему он находился в полной безопасности, куда при всем желании не могли проникнуть никакие тлитворные замысли и желания. Вот почему они ожидали рассвета. Бог, благоволящий пребывать во мгле неприступного света, который является образом ночи, представляющий славу его неизменной святости, отделяющий его от всего созданного им творения, может открывать себя только в подобной ему ночи, которая в сердце человека отвечает требованиям святости, куда не может проникнуть никакая тлитворная мысль и никакое тлитворное желание. День дню передает речь и ночь ночи открывает знания. Речь идет о божественном дне и о божественной ночи, она открывает знания. Вторая причина, по которой филистимляне ожидали утреннего рассвета и стерегли ворота газы, чтобы убить Самсона, состояла в том, что при наступлении рассвета они надеялись, что вдруг у Самсона будет обнаружен какой-нибудь недостаток в освящении. Что даст им возможность и основание убить Самсона его собственными устами. Они ожидали рассвета, когда приходит день, он освящает все скрытое во мраке. И вдруг при этом освящении надеялись, может быть, что-то у него не так будет. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Нам надо его поставить в такое положение, чтобы он согрешил против своего закона. Только тогда мы сможем его победить. И тогда они выдумали, каким образом это можно сделать. Они сказали, убедили царя, чтобы вот в эти дни царь, мы решили, чтобы все поклонялись только тебе и всякий, кто будет поклоняться какому-то другому Богу, не тебе, бросить в печь раскаленную огнем. Но Данил, услышав об этом, продолжал раскрывать свои окна. Он построил свой дом так, что его окна открывались в сторону Иерусалима. И он всегда молился в сторону Иерусалима. И открытые окна, зная, что это смертельно. Они посмотрели, пришли и сказали, царь Дарь вовеки живи. Мы нашли человека, который твоих законов не признает и так далее. И вот, то есть, они нашли вину против закона Бога. Он же должен был согрешить, но он не согрешил. И когда его бросили в ров, то здесь, в данном случае, его бросили в ров львиный, то когда царь Дарьи пришел к Орву, а там были голодные львы, он жалобным голосом спросил, Даниил, раб Бога живаго, смог ли Бог тебя спасти от пасти львов? Тот отвечал ему таким голосом свежим, доживет душа твоя, царь, я ничего не сделал против тебя и против Бога, поэтому Бог спас с меня и тогда он срочно позвал, чтобы вытащили его, а тех сатрапов, которые доложили на него с их детьми и женами бросить туда. Ну, обычно говорят, что представьте себе, Даниил, это худой старичок, который себя изнурял постами, вот, а эти сатрапы пышные, постоянно ели роскошную пищу, и у жены, их дети, вот, для голодных львов это был царский пир, Бог их вознаградил за то, что они воздержались от того, чтобы не разорвать Даниила, он дал ему награду другую. Итак, причина, по которой Самсон в лице нашего сокровенного человека спал до полуночи, а затем встал и унес в ротах газа на своих плечах на вершину горы, которая на пути к Хеврону состоит в том, что его разбудил крик, исходящий из откровения у Рима, пребывающего в недрах его сердца в пределах Тумима. То есть, почему он это сделал в полночь? Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали «Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, что бы ни случилось, недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ «Истина, говорю вам, не знаю вас!» Итак, бодруствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Самсон относительно к данной притче, представляющей нашего сокровенного человека, с весело горящим светильником входит в категорию мудрых дев, потому что он взял власть над своим языком и стал исповедать веру Божию, пребывающую в своем сердце. Он взял власть над своим языком в предмете вот этих ворот газы. Именно вера Божия, пребывающая в нашем сердце, является сосудом, наполненным елеем, который в критические часы ночи позволит нашему светильнику не погаснуть среди тьмы, представляющей разгулявшуюся религиозную вакханалию, названную современными филистимлянами, заполонившими церковь Христову, служением Богу и поклонением Богу. Власть Самсона образно выражена в его плечах, на которые он положил ворота газы с обеими косяками, поднял их вместе с запором и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Вершина горы на пути к Хеврону это образ обетования, который содержит в себе завет мира, призванного Богом спасти нашу душу, чтобы посредством уже нашей души установить наши тела искуплением Христовым. За повар ворот представляли засов из бревна, крепкой породы дерева, обложенной медью или железом, которые изнутри запирались, а посему открыть такие ворота можно было только изнутри. Образом засова ворот газа в дверях наших хост является наша суверенность в достоинстве нашей воли или нашей способности принимать решения и приводить их в исполнение. Перекладина на косяках ворот образно представляет нашу душу, а два косяка ворот представляют наше тело и наш дух. Там, где перекладина ворот в предмете нашей души соприкасается с косяком представляющим наше тело, наша душа в Писании именуется смертной. А там, где наша душа соприкасается с косяком, представляющим наш дух, наша душа именуется бессмертной. Таким образом, Самсон в воротах Газы понес на своих плечах свою душу и свое тело на вершину горы, которая на пути к Хеврону, где Авраам заключил завет с Богом, чтобы облечь ее, свою душу, в узы завета. Плечи Самсона в плечах нашего сокровенного человека в достоинстве воина молитвы, несущих на себе ворота Газы, представляли владычество наших уст, исповедующих веру сердца. Ибо владенец родился нам, сын дан нам, владычество на равенах его, на плечах его владычества. И нарекут ему имя чудный, советник Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Исаия 9, 6, 7. Владычество на равенах нашего сокровенного человека в достоинстве воинов молитвы образно состоит в двух камнях Оникса, возложенных на равена нашего сокровенного человека, с вырезами на каждом из них по шести имен сынов Израилевых. И возьми два камня Оникса и вырежь из них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их через резчика на камне, который вырезывает печати. Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых, и встав их в золотые гнезда, и положи два камня сии на наравнике Ифода. Эти камни напамят сынам Израилевым, и будет Арон носить имена их пред Господом на обеих раменах своих для памяти. Итак, шесть имен Израилевых, вырезанных из Оникса, на каждом из двух рамен воина молитвы, расположенных друг против друга, представляли собой ратифицированный или же утвержденный нами закон Бога на горах Гевал и Горизим, на основании которого Бог получил основание благословлять воина молитвы и проклинать его врагов, чтобы они не могли стоять. Эти шесть имен Израилевых, вырезанных из Оникса и расположенных друг против друга на каждом из двух рамен воинов молитвы, призваны дать Богу основание ввести сынов Израилевых в землю, в которой течет молоко и мед, что образно указывало на усыновление нашего тела искуплением Христовым. И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь там большие камни и обмажь их известью, чтобы вступить тебе в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете в Иордан, поставьте камни те, как я повереваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них жезла, из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно. И сказал Моисей, священник и левит, и всему народу, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего». Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедовал Моисей народу в тот день, говоря, сии должны стоять на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин, а Сим должно стоять на горе Гевал, чтобы произносить проклятие, Рубим, Гат, Асир, Заволон, Дан и Нефалим. Камни, которые необходимо было обмазать известью и написать на них десятословие, это те самые двенадцать камней, которые были подняты из середины дна Иордана, там, где стояли ноги священников, несущих на своих плечах ковчег Завета, Господа всей земли, когда народ израильский переходил Иордан. И другие двенадцать камней, взятые с берега Иордана, положены были на место в середине дна Иордана. Они там и до сего дня. То есть, таким образом, если первое представляло чувство, то второе представляло, как видите, наши уста, связанные с нашим разумом, следующее событие, происшедшее в жизни Самсона, сразу после того, когда он отнес городские ворота Газа на вершину горы, которая на пути к Хеврону не подается нашему воображению, потому что в этом событии Самсону выкололи глаза, а в конце этого события он провозгласил, «Умри, душа моя!» с филистимлянами. Насколько я помню себя с раннего детства, именно это событие проповедуется и воспето в так называемых христианских песнях как урок и как предостережение не следовать поступкам Самсона, чтобы подобно ему не ослепнуть якобы духовно. Хотя на самом деле, как мы видим далее, Самсон духовно прозрел, когда ему выкололи глаза физически. Он духовно прозрел. Мы увидим это далее. 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 Внимательно исследуя это событие можно прийти к заключению, что Самсон был Вадим Духом Святым и что во всех поступках Самсона, не подвластных нашему разуму, действовал Святой Дух, а следовательно, все поступки Самсона были инспирированы Святым Духом. Апостол Павел, включая в перечень героев веры, в котором значится и имя Самсона, говорит, что ему не достает времени повествовать о них, но не приводит их в пример того, как не следует поступать. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Фае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепкие на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепилываемы, подвергаемы, пытки, умирали от меча, скитались в мелотиях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям, земли. И все сии свидетельственные веры не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Итак, вся перечисленная плеяда героев веры, включая Самсона, не получила обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Речь идет не о формате образа совершенства, быть подобным совершенству небесного Отца, в котором пребывала вся плеяда героев веры, о совершенстве, которое связано с нашим вхождением в свой наследственный удел, состоящий в неисследимом наследии Христовом, которые не могут получить только вместе с нами. И суть имеющегося совершенства, состоящего в неисследимом наследии Христовом, которое они не могли получить без нас, состоит в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Итак, вначале прочтем это неподдающееся нашему пониманию событие, которому уделено достаточно много места в Писании, что уже само по себе говорит о его великой значимости для нашего назидания и совершенствования в вере. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сарек. Долина Сарек – это долина виноградной кисти. Как там Самсон при виноградниках фимнавских убил рыкающего льва, потому что они представляли власть закона, на которую уповал ветхий человек. И когда он убил рыкающего льва, то власть закона перестала угрожать. И мы ушли из-под стражи закона, и закон стал нашим другом. И тогда мы взяли этот закон, этот меч, и убили этого ветхого человека. Законом я умер для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Итак, в долине Сарек полюбил он эту женщину, имя ей Долида. К ней пришли владельцы филистинские и говорят ей, уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждые тысячу сто сиклей серебра. И сказала Долида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Она же не скрывает цели своей. Она его спрашивает, в чем твоя великая сила, чтобы, значит, выведай, и что сделать, чтобы тебя усмирить, чтобы вот связать тебя. Самсон сказал ей, если свяжут меня с семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистинские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Внимание! Между тем, один скрытно сидел у нее в спальне. Один постоянно скрытно находился в спальне, когда Самсон там находился. И сказала ему, Самсон, филистинляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону, вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя? Он сказал ей, если свяжут меня двумя, если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему, Самсон, филистинляне идут на тебя. Между тем, один скрытно сидел в спальне. Ведь постоянно говорится о каком-то еще одном, который скрытно сидел. И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону, все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Она же прямо говорит, чтобы тебя усмирить, связать тебя, чтобы ты не мог защититься. Он сказал ей, если ты воткешь семко с головы моей в ткань и прибьешь ее к гвоздям к ткальной колоде, и прикрепила их к колоде, и сказала ему, филистинляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. То есть она требовала, чтобы сердце Самсона было с нею. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его стало тяжело до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божия от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя и сделаюсь я слаб и буду как прочие люди. Далида, видя, что он открыл, ей все сердце свое послала и звала владельцев филистинских, сказав им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистинские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих. И призвала человека и велела ему остричь всем коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистинляне идут на тебя, Самсон. Он проводился от сна своего и сказал, пойду как и прежде и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистинляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в газу и оковали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистинские собрались, чтобы принести жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться. И сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Так же и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, Бог наш предал в руки наши, врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось сердце их, сказали, позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их. И поставили его между столбами, и сказал Самсон отроку, который водил его за руку, подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские. На кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона. И возвал Самсон к Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, опершись в них, в один правую рукою своей, а в другой левую. И сказал Самсон, умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всей силою и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей боли, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его и весь дом отца его и взяли его и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом во гробе Манойя отца его. Он был судьею Израиля двадцать лет. То есть, они его похоронили там, где действовал Святой Дух, где Дух Святой водил его. Итак, по прочтению этого события поражает стратегия филистимлян, предпринимаемая ими по отношению к Самсону, чтобы не убить его, заметьте, не убить его, а только связать и усмирить его. И за это каждый из пяти владетелей филистимских готов был дать до Лидии тысячу сто секлей серебра. Это почти два таланта, а более точно это шестьдесят шесть килограмм серебра. Это достаточно большая цена того времени. Парадоксально, но вместо того, чтобы просто убить спящего Самсона, о котором они говорили как о своем враге и как об опустошителе своей земли, который побил многих из них, они просто хотели узнать, в чем кроется великая сила его и как связать его, чтобы смирить его. При этом отношения Самсона с Долидой постоянно находились под наблюдением одного из филистимлян, который скрытно от глаз Самсона находился в спальне Долиды. Создается впечатление, что гарантом жизни и благосостояния пяти владельцев филистимских являлась не смерть Самсона, а жизнь Самсона, но только лишенного силы и связанного. И как мы увидим далее, это действительно и поистине было так. Им нужен был живой Самсон, потому что только живой Самсон являлся гарантом их жизни. Живой, связанный. А если бы они его убили, тогда гарантия их жизни пропала бы. По крайней мере, пять владельцев филистимских, живущих в нашем теле, в лице наших пяти чувств, за которыми стоял царствующий грех в лице нашего ветхого человека, были более умные и предусмотрительны, чем падший Херувим, который в противостоянии Сыном Божьим, в достоинстве Сына Человеческого, спилил сук, на котором сидел, вместо того, чтобы сохранить его. Ведь, убивая Сына Божьего, он убил самого себя. Но эти умнее были, они не хотели его убивать, они хотели его усмирить, связать и усмирить. И тогда он является гарантом их жизни. А вот у дьявола не хватило ума, прозорливости. Убив Иисуса, он спилил сук, на котором сидел. Так как благосостояние падшего Херувима полностью зависело от благосостояния сука, на котором он сидел. Следующее, что поражает в этом повествовании, это открытое желание Долиды, которое она не скрывала от Самсона, чтобы связать его и предать в руки филистимлян. Исходя из того, что сложившая ситуация была инспирирована Святым Духом и полностью находилась под контролем Святого Духа, поведение Самсона, который вводился Святым Духом и было продиктовано Святым Духом, становится весьма интересной стратегией Святого Духа в устах Самсона, который поначалу вводил Долиду в заблуждение, а затем открыл ей, в чем состоит великая сила его и что необходимо сделать, чтобы связать его. То есть, парадоксально, я думал, что я приблизительно на этом закончен, у нас есть время, и я просто продолжу. не будет у вас это на на транспарантах. Дело в том, что чтобы понять, вот почему, значит, Долида хотела, чтобы его связать и усмирить, а он любил Долиду, потому что Долида представляла его душу. И теперь все эти три женщины были вот в этой одной женщине. То есть, там была и разумная сфера, там были и уста, которые он уже спас, там были и чувства, но теперь нужно, то есть, вот он заключил завет с Богом, теперь на основании этого завета надо было этот завет утвердить. А чтобы утвердить завет, нужно было погрузить в смерть эту душу. Но он погружает эту душу в самом себе. Не Долида в данном случае умирает, а умирает он. Он берет смерть и умирает ради нее. Ведь, посмотрите, наш дух должен умереть ради нашей души, чтобы утвердить ее спасение. Это видно из того, когда Господь говорит, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего предсловом моим. Слово сокрушенный дух означает дух умерший. Я, живу на высоте небес для того, чтобы оживлять дух сокрушенных. То есть, наш дух идет на то, чтобы погрузить себя в смерть Господа ради того, чтобы потом вот этой смертью облечь свою душу. Потому что, если он сам не погрузится в смерть, ему нечем будет облекать свою душу. И поэтому, когда наш дух погружается в смерть Господа Иисуса, он становится немощным, бедным, сокрушенным, ничего не могущим. Мы в это время чувствуем себя неспособными защищаться до тех пор, пока наш дух не сокрушен, мы имеем возможность защищаться. Защищаться в молитве, защищаться от болезни. Но когда наш дух сокрушен, мы теряем это. И это происходит перед преддверием надежды. Вот я почему сказал, обратите внимание, почему сложно будет в преддверии надежды, потому что все беды обрушатся на нас, а у нас не будет возможности избавиться от них. Потому что мы в смерти Господа погрузились, а получить освобождение мы можем только в воскресении. И вот когда Бог увидит плод, вот это смирение, плод, потому что в сокрушении будет явлен плод смирения, вот тогда наш дух сможет облечь нашу душу, вот полностью наша душа будет облечена. Мы испытаем нечто невообразимое, потому что наш дух, который восстанет в нас, это будет держава жизни в нашем теле. И наш дух облечет нашу душу после того, когда он восстанет из смерти. Разумеется, у многих из нас возможно дух еще не погружен в смерть. А если погружен, то это прекрасно, это самое лучшее состояние. Мой дух погружен в смерть Господа Иисуса. И как-то я вам говорил в одном из сновидений, когда я просил Господи, покажи, в каком состоянии сегодня невеста находится, мудрые девы, где мы находимся. и Бог показал мне, я находился в пещере погребальной и был приложен к ней камень. И я лежал на этой плите. Но я знал, что я мертвый, я умер. Но я ясно и четко рассуждал. И в этой смерти мне было, я не чувствовал дискомфорта. Я чувствовал даже некий комфорт и удивлялся. Интересно, говорили всегда о смерти, что это что-то такое страшное, необыкновенное. А я вот лежу в пещере погребальной и мне хорошо. Вот. Одновременно я видел у себя за головой, посмотрел, там был источник воды, который проникал, и он соединялся с ядром земли, там, где находилась преисподняя ад. и вот по этому каналу древний змей наблюдал за мной, но он боялся наблюдать за мной и посмотреть мне в глаза. Когда я смотрел, он прятался и убирал свои глаза, чтобы наши глаза не встретились. И я знал, у меня не было страха, и я ожидал воскресения. Я знал, что когда я восстану из мертвых, камень будет отвален, и я выйду. В это время я увидел престол, и на престоле сидит человек с криминальным видом, отвратительный очень, расхлябанный такой. Он протянул мне руку и коснулся меня, и сказал мне, я могу тебе помочь выйти из этой пещеры. Когда он меня коснулся, я почувствовал омерзительное, что-то холодное, я почувствовал смерть. До этого я не чувствовал, я не чувствовал смерти, вот здесь я почувствовал смерть, я его спросил, ты кто? Он мне говорит, твой ветхий человек. Я ему сказал, пошел вон во имя Иисуса, и он значит улетел прямо вот туда к этому змею. И я ожидал, и у меня было предчувствие, что вот-вот-вот сейчас откроется, и я выйду, Господь отвалит этот камень. То есть Бог показал на мне самом, в каком состоянии находится невеста, потому что она будет в таком состоянии находиться в преддверии надежды. В это время ее особо никто не будет замечать из-за религиозного мира. Не будет замечать. Обратите внимание, раньше на нас обращали сильно внимание, все колотилось, посты, молитвы, чтобы нас разрушить, все, а теперь все замолчали, и у них такое впечатление, что мы умерли, и нас нет. То есть совершенно нас не может быть, они что-то говорят, но мы умерли для них. Мы больше совершенно независим от их молвы, что они говорят, как они говорят. Мы живем, мы проповедуем, мы идем, а они этого не замечают. И вот именно это состояние сейчас мы испытываем. Поэтому помимо нас существуют еще подобные собрания, но нам о них не известно. Я не знаю ни одного подобного собрания, но я знаю, что они есть, и знаю, что они есть здесь, в Америке, повсюду, но Бог нас держит в неведомо друг от друга. Как он сказал Петру, Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Я просил Бога, чтобы не скудела вера твоя. Знаете, как пшеницу сеют, когда пшеницу сеет, зерно, если до этого еще вместе зерно в мешке или в амбаре, мы еще чувствовали общение, не было еще такого одиночества, но когда нас посеяли в землю и засыпали землей, теперь каждое зернышко оказалось отдельно друг от друга, засыпанное землей, и почувствовало смерть, зерно почувствовало, что оно умирает, умирает в полном одиночестве. Столько людей, и никому ни до кого нет дела. Иногда некоторые из нас чувствуют это одиночество, если вы чувствуете это одиночество, не вините никого, наоборот, радуйтесь, потому что приближается ваше избавление. Как только семя умрет, из этого семени выйдет плод, плод воскресения. Вот именно вот здесь мы выйдем из этой темницы, и именно вот это и есть, когда новый человек облечет нас. Ведь Бог будет облекать нас в наше исповедание, но это будет новый человек. Это новый человек, который будет тождественен Христу. Он будет точно такой, как Христос. Он ничем не будет отличаться от Христа по красоте тела своего, по величию своего тела. Единственное, что когда наши тела в это время будут облечены в нетление, они не будут прославлены. То есть, они будут облечены в нетление, но они еще не будут прославлены. по той причине, что прославление должно произойти, когда мы будем восхищены с Господом, встретение Господа на небесах. Поэтому наши тела будут таким же, как тело Христа, когда Он вышел из темницы, из своей могилы. Когда Он вышел, никто не видел в Нем никакого величия. По Его решению, Его могли видеть и могли не видеть. Он мог являться при закрытых дверях и мог исчезать при закрытых дверях. Теперь Его тело стало способным проникать сквозь любые перегородки. Для Него не было преград. Это был не дух, это было тело. Он сказал ученикам, «Осяжите Меня». Вы представляете, какие законы? Это тело не только закон тяготения уничтожило. Для Него не существует закон тяготения, но для Него не существуют также и законы материальных перегородок. Он сквозь любой бетон пройдет, бетонные стены. И это будет тело, которое можно взять, ощущать, оно будет тело. И это тело может питаться как этой пищей, вторичной, потому что то, что мы едим, это вторичное Слово Божие. Любая пища это вторичное Слово Божие. И наше тело может питаться Словом Божиим первичным, как сказал Иисус, не всяким хлебом будет жить человек, но всяким Словом исходящим из Узбожий. Так что мы сможем питаться и тем, и тем. Это будет универсальное тело. Но это тело будет водиться Духом Святым, и оно должно будет исполнить великую миссию за эти три года. Потому что я не думаю, что там мы будем больше, ну, а я думаю, может, больше трех лет, потому что в половине седьмины произойдет восхищение, а если плюс еще мы задержимся, то может даже и четыре года пройдет. Но за это время произойдет великая евангелизация настоящая, такая, которая была неизвестна первой церкви. И если в первой церкви апостол Павлу удавалось призвать, пришел в город, проповедовал, два человека покаялись. Два человека. Сегодня, посмотрите, эти выходят на стадион и сотни бегут, и они их считают. Правда, потом от этих сотен, ну, если какой-то один процент придет в церковь, это хорошо. Бегут под воздействием чувств. Но потом постепенно церковь умножилась, что здесь будет нечто великое. Во-первых, нам нужно будет спасти неразумных дев. Это девы. Это те, которые были девственницей, то есть они были свободны от греха, у них был светильник, их светильник горел, только масла не было в сосуде. И теперь мы передаем им два крыла большого орла. Мы передаем им Тумим и Урим. Мы теперь рассказываем им, каким образом мы пришли в такое состояние. Они должны заплатить цену, которую мы заплатили. И поэтому за это время они обретут вот такую мощь. Но восхищенными они не смогут быть, потому что мы восхищаемся, а они будут пользоваться этим, для того, чтобы потом разделить тысячелетнее царство со Христом, когда он возвратится назад. Прочие от семени жены, как написано в 12 главе Откровения, вот они испытают на себе весь ужас режима антихриста. И этих прочих сегодня ими набиты все церкви, их очень много. Это душевные люди. Разумные девы это не являются душевными людьми, потому что у них был святильник, они были действенны. Душевные люди, у них еще не очищена совесть от мертвых дел, и они противятся духовным вещам. А неразумные девы не противились, но просто они не выросли в полную меру возраста Христова еще. Они росли, но не выросли еще, поэтому что нам делать, когда будут свататься за нее? Нужно, чтобы она подросла, вот и все. У них уже есть плод, это как вы видите, помидоры есть зеленые и красные. Вы сорвали красные, но вы не подсекаете куст с зелеными помидорами, вы оставляете зреть, и когда созреют, они потом возьмут. А душевные не являются этим плодом. Душевные люди вообще плодом не являются, у них нет плода, они идут против, и вот это прочее от семени ее. У них есть возможность после этого, когда они увидят, у них есть возможность осветиться, пойти в пустыню. Почему они попали под такую мясорубку, как говорится? Да потому, что они не пошли все-таки освящаться тем путем, которым освящалась первая категория разумных и вторая категория неразумных. Ведь освящение это тотальное освящение. Когда мы умираем, мы отрекаемся от многих вещей, когда мы становимся учениками. Но поймите, что не может быть человек учеником немножко, или 90%, или 99% ученик, а 1% не ученик. Таких Бог не рассматривает. Бог рассматривает ученика 100%. И если человек имеет в себе 1%, что вот я вот в этом проценте сам распоряжаюсь, вот так я понимаю, он не ученик. Он еще не заплатил цену за ученичество. Хотя и находится вообще не хотя и слышит это слово, но, повторяю, он не ученик. Поэтому нам нужно прекрасно понимать, чтобы стать учеником, приготовьтесь полностью повиноваться полностью. Притом с радостью неукоснительно выполнять то, что вы слышите с этого места. Я не говорю здесь вещей простых. Все вещи являются духовными. Будет ли то вакцинирование это духовная вещь, высоко духовная, потому что Бог хочет защитить нас. Это вторичное слово Божие, потому что эти средства взяты из слова Божия. Бог сотворил землю и все, что на ней и дал разум человекам. Существуют другие виды лекарства и для меня повторяю удивительно дремучесть таких людей. Почему они другие лекарства употребляют, а это нет? Почему они в других лекарствах не видят опасности, которые они видят вдруг в этой вакцине? Ведь она есть в любом уколе тогда, в любой жидкости, в любой воде, вепсиколе и так далее. Логически, то есть, это говорит о дремучести. Почему такая дремучесть? Да потому, что они не ученики, потому, что душевный человек не видит, не понимает, что от духа. Он считает это безумием. Он возмущается, он считает это безумием, противится. И, конечно же, вот, этому душевному человеку надо будет что-то делать. И по Писанию есть возможность ему спастись, когда он последует вот за теми, кто ушли в пустыню, у которых будет два крыла большого орла. И тогда вот это множество начнет спасаться. Сегодня эти люди, когда умирают, никто из них не восстанет при восхищении. Как я с вами это все люди, которые восстанут после тысячелетнего царства у белого престола. И тогда будет решаться их судьба, кого налево, кого направо. То есть направо отойдут те, которые были спасены как головня из огня. Но запомните, что как головня из огня тоже спасаются немногие. Если некоторые рассчитывают, что я буду спасен как головня из огня, не надейтесь. Для того, чтобы быть спасенным как головня из огня, надо иметь правильное основание. А если нет правильного основания? Ну нет правильного основания у человека. Как он будет спасен? Да, упование, он разрушилось, а если основания нет? Писание говорит, притча Христа, человек построил дом свой на песке. То есть дом разрушился. Все. И написано разрушение дома было весьма великое. Поэтому очень многие люди, которых мы провожали и провожаем в Царство Небесное, в рай, и говорим, какими эти были людьми верующими и так далее, на самом деле они окажутся в бездне, потому что у них основания не было, дело их было разрушено. И настолько разрушено, что они даже не каялись перед смертью в своих грехах. Те, которые каются перед смертью, вот это есть головня из огня. То есть Бог дал им покаяние перед смертью. Это есть головня из огня. Если человек умирает, ему не надо ни в чем каяться, потому что он готов. Вот этот человек готов к восхищению. Я встречал и тех, и других, редко встречал, которым не надо каяться, в основном все перед смертью что-то находили, в чем-то каялись. А те, которые ни в чем не каялись, радовались и уходили с радостью, это как раз люди, которые достойны восхищения. Я хочу, чтобы каждый из вас, который слышит это слово, стал гарантом восхищения, стал вот этим гарантом, чтобы у вас была эта гарантия. Разве просто станьте учениками? А ученик это человек, который слушает только одного учителя, только одного учителя, не многих генералов Божиих, а одного апостола. Перестаньте называть их генералами. Никакие они не генералы. Никакие они не генералы. Называйте человека, который Бог поставил над вами, апостол. Что такое апостол? Посланы. Посланы Богом. Это апостол. Почему это красивое звание было упразднено в церкви? Почему на место апостола стало звание епископа? Епископ это диакон. Диакон и епископ это одна и та же должность, только разные функции они выполняют епископы и диаконы. Просто разные функции. Они ниже пасторов стоят, а здесь епископ стоит выше пасторов, он апостол, да еще начальствующий епископ и так далее. То есть как бы начальствующий апостол. Поэтому когда они слышат, что у нас есть апостол, то они не принимают этого, они возмущаются, они говорят, это еретизм. Кем он себя называет? Апостолом. Я апостолом Богом. Я это твердо знаю. Я говорю это в смирении. У меня нет никакой гордыни от этого. Я знаю, что за это заплачена высокая цена, которую я продолжаю платить. Я знаю, что они будут топтаться по мне, но мне все равно это звание представляет смирение. Я ученик Христов. Поэтому Бог и дает. Он каждое утро открывает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Когда вы станете учениками, ваше ухо будет открыто. И когда Бог будет говорить мне, я буду передавать вам, вы будете точно в таком же положении, как и я. А когда Бог будет давать награду, вы получите ту же награду, которую получу я. Ни меньше, ни больше. Потому что вы стали учениками. Просто это Божий порядок. Бог решил, что будет один человек, он будет одному открывать в собрании, а все остальные будут слушать. Но когда появляются люди в церкви и приходят говорят, я видел сон, или видела сон, или привидение. Я им говорю, то, что вы видели, не относится к вам. Потому что они видят то, и потом это сбывается. Вот один человек говорит, я видел Бодей, и он хотел поджечь вокруг церкви, и потом он ушел. А я заранее это видел, и он возомнил себя пророком. Сейчас его нет в церкви. он боится вируса, и не приходит в церковь, и вакцину не принимает, потому что тоже боится. То есть он не ученик. Почему? Он видит, что, я говорю, понимаешь, такие видения Бог дает только пастору. Вот он тебе дал, а что ты можешь для церкви сделать? Кто тебе поверит, и кто за тобой пойдет? Но никто за тобой не пойдет. Вы понимаете, когда люди приходят с такими видениями, это не ученики. Если Бог дает человеку видение, он дает ему лично, для того, чтобы утвердить его. Я могу истолковать сны и видения определенные, но когда человек начинает мнить себя пророком и учителем, это опасно. Не многие делают учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, написано. Учитель подвергается большему осуждению, говорить и сам стараюсь быть таким. Поэтому я в моем свирении говорю, что я сильно стараюсь, чтобы мне быть таким же, как и вы, ученики. И то, что я проповедую вам, я стараюсь исполнять то же самое. А посему да благословит вас Господь милостью Своею, чтобы вы облеклись в мантию ученика. Облегшись в мантию ученика, вы практически облекаетесь в своего нового человека. Если новый человек не обладает достоинством ученика, то это еще новый человек не возрос. Это душевный человек. Духовный в нем еще не имеет никаких полномочий и не может ничего сделать. Он не может ни защитить его разум, ни защитить его чувства, ни облечь его тело. Поэтому будьте мудры, склоним наши колени ко мне, возможно, голову будем молиться и да благословит нас Господь за это слово, которое мы имеем. Отец Небесный во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за то, что вместе с народом Твоим я могу вкушать сокровенную манну и могу облекать свою душу в бессмертие. Могу погружать мой дух в смерть Господа Иисуса. Могу духом моим законом умирать для закона, чтобы Ты мог оживить меня, чтобы я этим воскресеньем мог облечь мое тело и мою душу. Благодарю Тебя, что Ты Бог мой и что очи Твои постоянно на нашу землю, на наши тела. Ты постоянно наблюдаешь и бодрствуешь, чтобы наши тела были приготовлены к Твоему посещению, чтобы стали домом Твоим, где Ты будешь жить вечно. Чтобы мы относились к Своему телу как к Твоему дому, как к Твоей собственности, чтобы мы относились к своей душе, к жезлу своих уст, как к Твоему жезлу, чтобы мы могли обуздать свои уста кротостью и научиться у Тебя, как Ты обуздал свои уста словом Твоего небесного Отца, как Сам Небесный Отец обуздал свои уста Своим Словом и бодрствует над этим Словом. Позволь нам обуздать свою уста Словом Твоим в молитвах и бодрствует над этим Словом, чтобы оно было ясно написано в наших сердцах, чтобы, когда придет время исполнять обетование, которое Ты клятвенно обещал нам, чтобы Ты мог увидеть это, прочитать. Ты сказал, даже если это обетование замедлит, чтобы мы продолжали ждать, что оно немедленно придет избудется, не отменится. Мы в это верим, мы это провозглашаем с радостью. Наше упование растет, надежда наша растет. Поклоняемся пред Тобою за великое слово Твое, за этот брачный пир, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Продолжение следует...